Привет народ, с вами Фенаргот. Как и я обещал сегодня, предоставляю вашему вниманию баги, которые работают даже на новой версии 7.07b, причем несколько из них реально жесткие. Только не забудьте поставить лайк, а также поучаствовать в розыгрыше из описания. Перейдем сперва к самому жесткому. Баг с первым навыком Пангалира до сих пор не пофиксили, а с условием, что первый навык в каком-то смысле забустили и на нем прокуют криты и другие эффекты, это стало еще жестче. А еще благодаря моему подписчику с прошлого видоса у меня получилось повторить баг без каких-либо скриптов. Все что нужно это включить квиккасты в настройки игры и пробовать, пробовать, пробовать. Если вы не в курсе, что это за баг, ссылку на него можете найти в описании. Ну да ладно, идем дальше. Так как поменяли первый навык у Пангалира, я решил затестить предметы и, к примеру, с саблей все работает весьма интересно. Цели получают замедление от эффекта сабли, но при этом она не уходит в откат. То бишь после использования навыка можно тут же ударить противника и он продолжит находиться под эффектом сабли. На самом деле это весьма жестко с условием, что пассивка Пангалира также замедляет цель. Ну а теперь перейдем к любимому морфу. Все остальные баги будут с ним. Я назвал первый баг мопхаком на морфе. Если за морфа стать сикером и сбить противнику хп до уровня, при котором он становится видим по всей карте, а потом выйти из ульты, пассивка сикера останется на морфе. Не будет, правда, давать бонусов к атаке и скорости передвижения, но вы продолжите видеть противника, даже если он отхилится. К сожалению, после смерти вы его перестанете видеть, но это и без этого жестко. К примеру, если вы это проделаете с Рикки, вы сможете его видеть, даже если он будет в инвизе. Весьма жесткий абуз. Как бы то ни было, герои, которые станут на лоу хп, не будут вам видны. Если вы не будете в форме бладсикера. Дальше мой любимый баг с темпларкой. Теперь можно применить иноморфа, сделав его невидимым. Все, что нужно, это стать темпларкой или рубиком, который украл мелд. Войти в мелд и нанести тычку так, чтобы она не смогла долететь до цели. На самом деле, можете на моем канале найти ролик «Убийца-невидимка». Там все более детально рассказано на примере с темпларкой. В общем, вам нужно делать либо последнюю тычку в Коги Клокверка, который ломают, либо в Яйцо Феникса, которое вот-вот закончится. В итоге морф становится невидимым, пока не нанесет тычку с руки. При этом он может использовать спеллы из инвиза, не выходя из него. То бишь спамить волной или адаптив страйком. Слон-друидом есть несколько особенностей. Если вы положите в медведя предметы, они исчезнут навсегда после того, как ульта закончится. Но гемы рапира из него будут выпадать. Также, если вы используете ультимейт на друида в ульте, вы получите его ультовой навык. Также, в Элф до сих пор не пофиксили течуза и морфа. Морф может стать течузом и иметь все его навыки, включая бочки. На самом деле, я не знаю, зачем в Элф добавили морфа в ЦМ, с условием, что у него до сих пор столько багов. А что вы думаете? Пишите в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь и принимайте участие в розыгрыше призов по ссылке из описания. С вами был Фенаргот, до скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!